Программа «Город 112» в эфире. В ближайшие 10 минут я, Андрей Чумаков, расскажу о наиболее громких происшествиях и криминальных событиях понедельника и минувших выходных. И вот о чем, в частности, пойдет речь в этом выпуске. Ранил полицейского во время проверки документов и пытался застрелить его коллегу. В Краснодаре осудят участника вооруженной группировки из Сочи. До смерти забил двух человек и пытался расплатиться в магазине фальшивкой. Стали известны причины жестокого двойного убийства на краснодарской стройке. Забавная история с криминальным подтекстом. Краснодарец попался на кражу стиральной машинки в Ейском районе. Теперь подробности. Матерого уголовника, устроившего перестрелку с полицейскими, осудят в Краснодаре. Накануне в Сочи завершилось расследование громкого уголовного дела, главным фигурантом которого стал уроженец Чеченской Республики Руслан Амагов. Его обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также в незаконном ношении оружия и боеприпасов. По версии следствия, которую нам озвучили в пресс-службе краевой прокуратуры, в начале февраля прошлого года двое полицейских остановили на улице Батумское шоссе Лазаревского района Сочи подозрительного мужчину и потребовали у него документы. Однако вместо паспорта он выхватил пистолет и выстрелил из него в одного из полицейских. Пуля попала в правое предплечье. Затем он попытался произвести еще три выстрела в коллегу раненого сотрудника МВД, однако пистолет дал осечки. Стрелку удалось скрыться с места преступления. Правоохранители объявили операцию «План перехват» и буквально через несколько часов подозреваемого задержали сотрудники угрозыска в междугороднем автобусе, на котором он пытался уехать в Сочи. Задержанным оказался 54-летний уроженец Чеченской республики Руслан Амагов. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение вооруженных разбойных нападений на жителей Сочи в составе преступной банды. Амагова заключили под стражу. Накануне завершилось расследование. Материалы дела с утвержденным в прокуратуре обвинительным заключением уже переданы в Краснодарский краевой суд. Мы будем следить за этим процессом. Стал известен мотив совершенного в Краснодаре двойного убийства на стройплощадке. Напомню, в минувшую пятницу краснодарские полицейские задержали подозреваемого. По информации пресс-службы Краевого следственного комитета, оба преступления совершил прежний гастарбайтер. Произошло это в Краевом центре в ночь с 6 на 7 января в одном из офисов по улице Красноармейская. Там бригада строителей делала ремонт. Утром заказчик обнаружил в помещении тела двоих своих подчиненных. Личности погибших установили сразу. Это 54-летний житель Краснодарского края и 46-летний приезжий из Чеченской республики. На головах у погибших были следы от сокрушительных ударов. По факту гибели строителей следователи возбудили уголовное дело. Личность предполагаемого преступника также была оперативно установлена. Это 31-летний гражданин Узбекистана Бахтиер Давлетов. Его объявили в федеральный розыск. В нашем распоряжении оказалась видеозапись, на которой Давлетов пытается сделать покупки в магазине. Однако купюра, которой он хотел расплатиться, вызывает подозрения у продавца. Для раскрытия двойного убийства была создана специальная оперативно-следственная группа из числа наиболее опытных сотрудников. В поисках Давлетова был задействован весь личный состав Краснодарской полиции. Правоохранителям удалось задержать подозреваемого в одном из торговых центров Краснодара. Сейчас он находится под стражей. Как сообщил программе «Город 112» следователь Илья Ильенко, Давлетов уже признал свою вину и рассказал, что причиной, толкнувшей его на двойное убийство, стал бытовой конфликт. Распивая спиртное, строители поссорились. В результате задержанный забил двоих своих оппонентов до смерти куском металлической арматуры. Расследование уголовного дела продолжается. Забавное преступление раскрыли полицейские Ейского района. На краже стиральной машинки попался краснодарец. При этом вор, можно сказать, выдал сам себя. В дежурную часть позвонил житель поселка Краснофлотский и рассказал, что видел на улице подозрительного мужчину, который катил на детских санях стиральную машинку. Что-то подсказало бдительному гражданину, что бытовая техника была украдена. А спустя некоторое время в полицию поступило еще одно сообщение. На этот раз от женщины, заявившей об исчезновении из ее дома стиральной машинки. Полицейские тут же прибыли на вызов и начали отработку территорий. По горячим следам, примерно в полукилометре от дома, где произошло ограбление, задержали предполагаемого преступника. Им оказался 27-летний житель Краснодара, временно проживающий в Ейском районе. Технику у него изъяли и вернули. Сам же злоумышленник рассказал, что хотел подарить украденную стиральную машинку своей возлюбленной. На него завели уголовное дело. Задержанному грозит до шести лет тюрьмы. Два автомобиля сгорели в Краснодаре на минувших выходных. Возле Сенова рынка в субботу вспыхнула отечественная легковушка ВАЗ-6 модели. Случайные очевидцы сняли пожар на видео и выложили ролик в местных соцсетях. Как утверждает автор блога, из-под капота, припаркованный на обочине машины, внезапно повалил дым. А буквально через несколько секунд огонь перебросился на салон легковушки. Очевидцы вызвали пожарных, а тем временем пытались самостоятельно потушить пламя. Двум пожарным расчетам понадобилось около 10 минут, чтобы локализовать возгорание. По информации пресс-службы регионального управления МЧС, в пожаре никто не пострадал. А причиной случившегося, скорее всего, стало короткое замыкание электропроводки. Похожее происшествие случилось на улице Буденного в ночь субботы на воскресенье. Очевидцы сняли на видео горящий внедорожник. По информации спасателей, источник возгорания также был в моторном отсеке. Соответственно, версия поджога, вероятнее всего, не подтвердится. Как и в случае с загоревшейся шестеркой, это происшествие обошлось без пострадавших. Это все, о чем я, Андрей Чумаков, и мои коллеги успели рассказать в этом выпуске программы «Город 112». О развитии событий, упомянутых и новых происшествиях расскажу в 18.30. Оставайтесь на нашем телеканале. Продолжение следует...